Здравствуйте, меня зовут Виктор Братухин и сегодня я вам немного о себе расскажу. Работаю я здесь с 2001 года, но не сразу я был тренером. Раньше сложно сюда было попасть. Работал вообще после института сразу с 96 года. Ножил в массиве в Березовке, поселок Березовка, 4 года, а потом перешел сюда. А так, тренером здесь работаю с 2005 года, как организовался краевое государственное учреждение Хабаровский краевой центр развития хоккея Амур. Я закончил институт и после института сразу здесь мест не было. Предложили поработать на поселке Березовке, на жил в массиве. При школе общеобразовательной была хоккейная коробка. Тоже интересный такой период в жизни не только тренировал, и ремонтировал коробку, и заливал ее. На энтузиазме на таком, на голом, да, интересно было. И оттуда есть мальчишки, он Михаил Климчук, 88 года рождения, который до сих пор играет, играл у нас в Амуре, потом, значит, в высшей лиге долгое время являлся лидером там по показателям. Сейчас играет, насколько я знаю, на Сахалине, в Азиатской лиге. В советское время, если было у нас, раньше, помимо нашей хоккейной школы из Кахабаровс, да, было много клубов небольших, авиатор, сигнал у нас были, который на жил массивов был. За каждым был закреплен человек, который государство выдавало квартиру ему, значит, он обслуживал эту коробку, заливал ее там, жил, можно сказать, на этой коробке. Дети приходили, катались, катков было много. Сейчас, к сожалению, такого нету. Вот, нет. Вот эта коробка в Березовке при общеобразовательной школе, она вот как раз то, что школой помогала. То есть, там и теплушки были, и воду можно было брать, эту горячую, и какой-то там простейший инвентарь. Вот. И рядом находились ТЭЦ, которые там немножко помогали и стройматериалом, пиломатериал, чтобы там в коробке залатать дыры, допустим, эти, да, где-то там вышка, чтобы приехала лампочку вкрутить наверх. То есть, ну, с миру по нитке, или, как говорится, да, голому рубаха. Если так глобально, я думаю, по большому счету должна быть какая-то городская школа, которая должна развивать, и в каждом районе, допустим, глава администрации, там, или как-то, как это сделать, да, чтобы, допустим, какие-то бонусы были, ну, чтобы была своя хоккейная коробка. И чем больше этих коробок будет, тем будет лучше. Но все равно время у нас диктует тому, что все-таки должны быть искусственные уже поля, больше искусственных полей. У нас же есть Хабарс большой город, у нас есть микрорайоны, в которых нет, к сожалению, детям, где покататься, да, там, простейшего сооружения, там, ледового. Поэтому мы теряем в этом. То есть, у нас наборы небольшие, потому что сейчас загруженность, пробки большие в городе. То есть, чтобы, допустим, с северного сюда доехать, да, это нереально. Вот. Привезти ребенка на тренировку обратно, или с поселка Горького, или с Южного. Вот. А там, представьте, какие районы, и там сколько детей. У нас дальневосточная земля, у нас богатые на таланты, именно на хоккейных, на детей способных, расположенных. А мы их теряем, они до нас не доходят. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы, конечно, в каждом районе города у нас были там небольшие, там, копки с искусственным льдом. И тогда у нас, конечно, и будет, и городская школа, потому что у нас все-таки хоккейная школа Амур, и мы здесь всем, к сожалению, не можем. То есть, у нас в каждом возрасте там по 50, по 100 человек, по 150 в командах. Ну, и все не получают игровую практику, все не играют. Поэтому, конечно, альтернатива нашей школе, школе Амур, должна быть. Сейчас работаю с мальчишками команды Амур 2010. Дети, то есть, 2010 года рождения. Значит, с ними занимаюсь я уже пятый год. Сегодня у нас такая тренировочка на передачку, на прием-передачу, прием-передачу. Сейчас следующее упражнение будет такое интересное. Длинные диагональные передачи. Тоже с бросочком в конце обязательно. Катаемся, катаемся. Левик, не стоим, не стоим. По большому счету, у них хоккей еще не начался. То есть, они только начальные навыки игры в хоккей научили кататься. Где-то там прием-передача шайбы, там, не знаю, значит, ведение шайбы и так далее. Хоккей начнется чуть попозже. Еще у них силовая борьба запрещена. То есть, ничего нельзя. Особенность у каждого ребенка, это, конечно, характер, темперамент. У всех все разные. То есть, нужно подход к каждому находить. Холерики, сан-двинники нам подходят. Конечно, где-то и флегматики вратарь может быть спокойным. Да, нам меланхолики не очень подходят. А так все вот эти, ну, сан-двинник, холерик, да, два темперамента, которые такие более-менее. Да, флегматики тоже очень хорошие, защитнички, вратари. У нас детей было порядка, там, наверное, 70 человек, 99-го года рождения. Оздоровительный этап прошел. Меня назначили тренером этой команды, Мур-99. И туда уже дальше пошли не все. Уже сократилась группа, там, до 40 человек, по-моему, если мне не ошибает память. Те, которые уже там поспособнее, порасположены. Всем остальным раньше как-то с этим было немножко попроще. То есть, мы брали с оговоркой сразу. Ну, и сейчас, с другой стороны, тоже мы так же делаем. Что берем детей на 3-4 года в оздоровительный этап. То есть, мы решаем не только спортивные задачи, да, но и оздоровительные, воспитательные, и потом только спортивные. Ну, то есть, научили кататься, укрепили здоровье детям. Ну, не все расположены играть в хокке, заниматься хоккеем. И сократилось. 40 человек осталось. Вот. Из этих 40, ну, были, конечно, хорошие ребята. У нас, ну, то есть, до МХЛ с этого возраста дошли у нас. Вы сказали, Бабушкин Евгений, Линник Никита, Нидилька Денис, Волошин Герман, Александр Огурцов. Это еще я не назвал тех ребят, которые у нас уехали. Игрой радуют мальчишки. Они будут. Посмотрите статистику. Они, да, нападающие есть, что Бабушкин, что Линник. Но по статистике они самые результативные в нашей команде. И уже не первый сезон. Тот же Волошин Герман был лидером, да, атак нашей команды. Тот же Нидилька Денис там, защитничек очень хороший был. Ну, видите, Волошин уехал в Омск, в Амангар-то. Нидилька уехал в Красную Армию, в ЦСКА, да. Там сейчас продолжают игровой путь, своеобразование хоккейное. Ну, вот сейчас у меня 10-й год, да, они ходят, конечно, я смотрю, кто рекомендуемый. Заставлять-то мы не можем. Ну, иногда только если в составе группы всей пошли. Но дети маленькие в составе группе очень тяжело. Потому что они все рядом, когда 20-30 человек, 40 сидит, они начинают баловаться, играться и особо на хоккей не смотрят. А когда они идут с родителем один на один, там, то порядку больше. И они более внимательнее смотрят на площадку. Что говорим? Да чтобы смотрели за действием своего игрока. А как играет там твой, ты крайне нападающий, допустим, посмотри за действием своего игрока. Или центральный, или защитник, там. Или посмотри на всех. Что там, допустим, какие моменты. Кто забивал голы. С каких точек потом. То есть мы у них, наверное, спрашиваем, да, откуда забили гол. Как это сделали. Чтобы они на следующую игру когда пойдут, чтобы они внимательно смотрели. Что будут знать, что. Тренер спросит, как и что было. Собрание, когда родительские проходят, они проходят. То есть тренер не только выходит на лед и тренирует детей. Он же еще работает очень большую часть с родителями. Сейчас это все очень сложно. То есть хоккей все-таки вид спорта номер один в нашей стране. Все знают, какие гонорары сейчас все. И поэтому сложно очень с родителями. Каждый тренер на собрании рассказывает, разговаривает с родителями. То есть я запрещаю родителям комментировать игру на трибуне. То есть вы можете сидеть и кричать, молодец, шайбу, шайбу, давайте, давайте, вперед. Ну, допустим, вот такие моменты. А что конкретно делать? Беги сюда, стои здесь, что-то не побежал, что-то пас не отдал. Это я родителям запрещаю делать. Потому что тренер говорит одно, родитель на трибуне говорит другое. В итоге ребенок сбивается, не знает, что ему делать. Поэтому такие советы нам не нужны. С родителями нужно работать, нужно разговаривать. Без родителей никуда. Я вам скажу, что все равно, представляете, чтобы ребенка к нам привезти на хоккей, в нашу хоккейную школу, в нынешних условиях, то есть один из членов семьи, он должен просто тоже записаться в эту хоккейную школу. Потому что привезти ребенка, увезти, это очень много времени. Это здесь его переодеть, накормить. Мы требуем, чтобы ребенок был в сыпи, чтобы там перекусы сразу после тренировки были, чтобы он там гигиену соблюдал, в баню ходит. То есть без родителей никуда. И с родителями нужно просто разговаривать, свои требования высказывать, и тогда будет все хорошо. Тогда не будет недопонимания никаких между тренером и родителями. Но, конечно же, с оговоркой, что, конечно, попадаются очень тяжелые родители, очень сложные, но разговаривать нужно обязательно. Есть сейчас интернет, все доступно, YouTube. Конечно, мы смотрим, кто там у нас. Есть возраста, которые там в России, да, там слидируют. Хорошие показатели у них. Конечно, мы смотрим за тренировками. Сейчас очень интересно, хорошо выпустила у нас Федерация хоккея России. Там красная машина, да, помощь тренерам, то есть они рекомендуют эту программу. То есть очень хорошее пособие, наглядное там и с видео. В этом году дождался, да, значит, появился помощник Лушников Глеб Николаевич. Он воспитанник нашей школы хоккейной. Он играл в МХЛ. Пока вот по возрасту получалось, потом, значит, поехал в высшую лигу. Значит, ну, что-то так не пошло. Ну, и решил посвятить себя тренерской работе детской. В этом году пришел к нам в школу. Все получается гораздо лучше, чем у меня. Поэтому детям в этом возрасте очень важно показывать. Очень важно, потому что они, говори, не говори, они вот за показом смотрят внимательно. За броском, за передачей, за всеми финтами его, за там, за катанием, там, за правильным, за скоростью его. То есть, ну, это очень важно детям. У них должен быть перед глазами кто-то, кто... Да, то есть некоторые, конечно, смотрят в интернете игры и стараются, способные детишкам у нас перенести все это на лед. Но вживую, когда вот это все вот перед глазами, это тоже очень действенно, очень полезно. И кнут, и пряник. А как? Иначе нельзя. То есть, ну, конечно, не должно быть никаких материнных слов. Это однозначно. С детьми ни в коем случае это плохо очень. А так, конечно, да очень много способов. Можешь и повысить голос, да, немножко, там, где-то пойти. Где-то можешь глазами так посмотреть на ребенка, насквозь его поражать, что он все поймет. То есть, умный ребенок просто взглядом, взгляд понимает, что ты сделал что-то не то, что нужно. Тренер тобой недоволен, что ты должен сделать так. Вот. На кого-то нужно прикрикнуть, на кому-то нужно спокойно сказать. Кого-то нужно прикрикнуть на него, а потом еще там подъехать его успокоить. Потому что он чересчур такой перенервничал, и прямо у него все совсем из рук валится. Поэтому каждому такой подход индивидуальный, но строгость должна быть обязательно. Не болтаем, говорю, Ванька, не болтаем. На виражиках постоянно переступанием. Вы, хватит болтать вам, а? Вы на занятии, в хоккейной школе. У меня вот дети, допустим, второго тренера любят больше, потому что он добрее. Да, старший тренер, он более требовательный, жесткий, где-то, ну, то есть, с ним не забалуешь. А со вторым тренером можно где-то поиграться, побаловаться немножко. Мы отсюда что делаем? Вот отсюда что делаем? Скажи мне, что делаем отсюда? А? Ну, ты вот оттуда доехал с шайбой сюда и начал здесь передачу отдавать. Альберт, ты что, первый раз об этом слышишь? А? А зачем ты делаешь? Позлить меня хочешь? Что, забыл все за каникулы, что ли? Долго отдыхали? Я считаю вообще, что задача детского тренера, это, ну, ребенка, прежде всего, обучить технически его, да, чтобы он был хорошо катался, хорошо владел клюшкой шайбы, хорошо давал передачи, там, там, не столько даже, сколько там, тактически как-то. Потом тактики дадут, вон, тренеры, которые работают уже с более старшими возрастами, то есть, это, ну, начиная, ЮХЛ, МХЛ, там, да, там уже тактику дадут. Главное, чтобы ребенок хорошо катался, хорошо владел шайбочкой, клюшкой. Поэтому, конечно, на этом акцент строится, ну, как бы, и приятно, когда такие дети есть. Широкое катание, толчок, прокат, и на вираже, как ножками, переступание обязательно, туловище, плечи развернуты, вас снимают, вас снимает скрытая камера. Понял, Молчанов? Правильное катание, хорошее, не хромаем, понял? Не изображаем здесь больных, понял? У нас нормальные, здоровые ребятки, правильно? Поехали, давай, до полборта дистанция, поехали. Дети, они же кровь сосута, пьют прилично, то есть, рабочий день отработаешь, тем более у нас есть там не по одному занятию, по два, по три, по четыре в день идет. И детишки маленькие, то есть, он еще, может, сильно не сознает, для чего он сюда пришел, да, это желание, может быть, родителей стоит в своей мере, но ты, тренер, ты видишь, что из него может что-то получиться, поэтому ты с ним занимаешься, допустим, ты там вкладываешь в него, конечно, что-то не получается, тебе хочется большего, там, или они играем уже сейчас между собой, там, учебные, тренировочные игры. Хорошо сыграли, ты там, ну, доволен относительно, плохо сыграли, могли сыграть лучше, конечно, ты нервничаешь, переживаешь. Восстанавливаемся, да как, ну, рыбалка мне очень нравится, там, я не знаю, отдых, там, с семьей, там, да, то есть, ну, отвлечься от всего, да, рыбалка, свежий воздух, у нас, слава богу, на Дальнем Востоке здесь есть, куда поехать, загород, поэтому хорошая природа. Единственное, комары с мошкой, ну, ничего страшного, не пугает нас. Спасибо за внимание, болейте за наших! Субтитры сделал DimaTorzok